Примерно через месяц после подписания трехстороннего заявления 12 декабря 2020 года Министерство обороны распространило сообщение. Армянская страна, нарушив режим прекращения огня, совершила провокации на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. Вооруженные силы Азербайджана предприняли адекватные ответные меры. С момента этого заявления прошло более года. Азербайджанская страна предоставила 98 официальных сообщений об армянских провокациях. И это говорит о том, что армянская страна не выполняет взятые на себя обязательства. Они обусловлены главным образом тем, что стороны должны выполнять взятые на себя обязательства по обеспечению мира и безопасности в регионе. В то время как Азербайджан четко их выполняет, Армения по сей день не отказывается от своих провокационных шагов. Мы вновь видим реваншистски настроенных армян, как среди проживающих в самой Армении, так и на территории Азербайджана. Естественно, на фоне происходящих событий мир в очередной раз увидел истинное лицо и Азербайджана, и Армении. Азербайджан создает достаточно эффективные системы сотрудничества, позиционируя себя надежным партнером, продолжая повышать свой международный имидж. Азербайджан меняет энергетическую карту мира, и предпринятые в последние годы шаги по диверсификации транспортных коридоров открывают широкий спектр возможностей для нашей страны. В этом случае нормализация отношений с Азербайджаном, по сути, служит интересам самой Армении. Однако в Армении по сей день много тех, кто не желает нормализации отношений с Азербайджаном. Так или иначе, реваншистская риторика в позорно проигравшей стране выстрелы на границе дают основания говорить об этом. В последний раз подразделения вооруженных сил Армении без какой-либо причины с применением огнестрельного оружия обстреляли позиции нашей армии в направлении Кирваджарского района. В результате ответных мер противник был подавлен. Все это говорит о том, что Армения не является сторонником стабильности в регионе. Азербайджан обладает большим авторитетом на всех международных аренах. И этот авторитет еще больше укрепляет, потому что Азербайджан нацелен на мир, стабильность и не имеет оккупационных намерений. Полагаю, что необходимо время на разрешение этих вопросов. Армения – бесперспективное государство. Фактически в результате длившиеся 30 лет оккупации не сформировалось, как независимое государство не проводило независимую политику, не построило экономику. Как итог – уничтоженная за 44 дня армия, похороненные мифы о ней. Но еще не поздно сделать выводы из своих ошибок. Продолжение следует...